Последний раз парадным маршем на родном плацу. Для 20 воспитанников Воткинского кадетского корпуса сегодняшний день запомнится на всю жизнь. Выпускники 11 класса последнего звонка ждали и с нетерпением, и с волнением. Впереди еще госэкзамены, а дальше они уже все видят себя студентами высших военных вузов страны. Ижевчанин Артем Хромых, например, собирается поступать в Нижегородскую академию МВД. О семи годах учебы в кадетском корпусе говорит, это было трудное, но счастливое время. Кадетский корпус – это школа мужества. Она в первую очередь учит самостоятельности. Я бесконечно счастлив, что наступил этот день, я так долго к ним ушел, и вот он наступил. Масса поздравлений и пожеланий от ветеранов, педагогов, друзей, родителей. Они защитники отечества, но в такой волнительный день можно позволить себе искупую мужскую слезу. Тем более во время трогательных сценок, воспоминаний в актовом зале. Этот выпуск – юбилейный, десятый за всю историю существования корпуса. И первый после масштабной реконструкции, которую осуществили здесь год назад. Появились новые учебные классы, бассейн, административное здание. В проект республика совместно с привожскими кураторами вложила 650 миллионов рублей. Это, наверное, те вложения, которые окупятся гораздо большими тем, что они станут настоящими людьми, станут патриотами нашей Родины, защитниками нашей Родины. А это действительно дорогого стоит. Но вложения еще не закончились, мы и дальше планируем вкладывать. Планируется, что в конце года начнется строительство базы для военно-полевых выходов, шлюпочной станции и нового спортивного комплекса. Всем этим будут пользоваться уже будущие выпускники Воткинского кадетского корпуса. А нынешнему сегодня желали удачи и успехов те, кто постоянно был с ребятами эти семь лет. Попасть по жизни вам в десяточку. Помимо удачи, любви, здоровья, я желаю следовать вам за своей заветной мечтой. Не отступайте, боритесь. Семь футов вам подкилем, мои юные капитаны. А завершился этот праздник последнего звонка большим концертом, подготовленным учащимися кадетского корпуса. Дмитрий Вариновнин, Руслан Нуреохметов, телеканал «Моя Удмуртия». Моя Удмуртия.